Вопреки информации одного из Ивановских телеканалов, педагоги Холуйского детского дома не молчат. Просто докричаться до больших кабинетов в областном центре не могут. Наша съемочная группа побывала в учреждении и услышала мнение сотрудников из первых уст. Вот их видение ситуации. Бедыни, что не предвещало детский дом, в котором жили и учились 50 ребят, работали 30 педагогов и столько же обслуживающего персонала в последние годы процветал. Помогали благотворители. Оборудовали спортзал, взяли шефство над детьми, организовывали праздники, дарили подарки. Силами московских меценатов в учреждении появилась сенсорная комната. В регионе она единственная в своем роде. Мы начинаем занятия всегда сначала с ходьбы по этим тактильным доскам. То есть они босичком ходят. Это массаж ног. Тут у нас такая вот вершистая и металлическая поверхность есть, и мягкая поверхность. То есть поверхности все разные. То есть они двигаются. Двигаемся мы паут бубен. То есть потихонечку, потом быстрее, можем побегать даже. То есть им очень нравится. В первую очередь внимание привлекает светящиеся колбы с пузырьками. Это любимый атрибут многих воспитанников. Это комната все-таки для релаксации, и она детей успокаивает. У нас девочка есть очень расторможенная. Когда приходит сюда, она может по 7-8 минут даже простоять, обняв ее, и смотреть на эти пузырьки. То есть настолько это успокаивает ребенка. Здесь же косички, заплетенные еще ребятами. Упражнения на моторику. Звездное небо, бассейн с мячиками и многие другие совершенно волшебные для детей аппараты, которые без сомнения помогали им. Это звуковая дорожка. То есть когда ребятишки приходят, она реагирует на звук. Если дети у нас и неговорящие, есть дети, которым только приходится, они в ладошки хлопать начинают, потом начинают произносить слоги, начинают говорить свое имя. Прошу громче, чтобы все цвета открылись на звуковой дорожке. И ребенок заинтересовывается, и потом в конце концов все-таки речь развивается. У педагогов до сих пор язык не поворачивается говорить о своей работе и о своих детях в прошедшем времени. Хоть оборудование уже частично упаковано, а дети не вывали в этой комнате многие месяцы. С того самого момента, как ребят увезли в летний лагерь. Временно. Дети взяли с собой лишь самые основные вещи, оставив любимые игрушки и велосипеды. Тогда никто не мог подумать, что домой воспитанники уже не вернутся. Нам говорят, да что вы, да вы никто без работы не останетесь, дети к вам вернутся. Ну и что, вот 1 сентября прошло, 1 октября прошло, все, 1 ноября. Да, на супруге. Океанская, океанская, обещала, что вы вернетесь в свой детский. Это как можно детям-то врать. Но за детей давно все решили. Из лагерей их раскидали по разным детдомам региона. Якобы там детям будет лучше. Как детям может быть лучше? 8 человек и 15 может быть лучше. Если бы мы детей водили вот так за руку, не отпускает себя в нас такие дети были, как они сейчас там живут, мы не знаем. И никто не скажет. Всем замечательно, всем хорошо. Одни без работы, а другие вон плачут, когда домой мы поедем. А в детский дом заселили беженцев. На сегодняшний день все, кто хотели устроиться на работу, разъехались. Кто в Шую, кто в Иваново. Остались 10 человек, те, кто работать не хочет. Несмотря на то, что выделяется транспорт и создаются все условия для труда. Сотрудникам детдома такое обращение даже не снилось. Они еще могли сказать, а мы сегодня не поедем. У нас воспитатели на велосипедах сужие, а этих на машине они еще не едем. Кто беженцы-то, мы или они? Я понял так, что они граждане России, а мы временно проживающие на территории России. Директор учреждения Александр Васильевич проработал здесь 37 лет. Его родители тоже всю жизнь трудились в этом детдоме. Мужчина до сих пор не может поверить, что такое могли допустить. Ведь детский дом всегда был на хорошем счету. Даже на федеральном уровне. И вот, пожалуйста, рейтинг учреждений в социальной сфере, работающих с детьми, по состоянию на 1 сентябре 2014 года. Халуйский детский дом специальный, четвертое место. Входит в зону золотого сертификата. Хваленые Ивановские детские дома тоже участвуют там. Но вот Родниковский занял 25-е место. Педагоги, которые совсем скоро останутся без работы, тоже попали в рейтинг лучших в России. Егора Варима Юрьевна, наш воспитатель, 19-е место. Остокина Татьяна Евгеньевна, 22-е место. Поднебесная Наталья Владимировна, 23-е место. Никитина Светлана Юрьевна, 25-е место. Опять Ивановских тут что-то не видать. Так решили на государственном уровне. Но, видимо, региональным чиновникам лучше знать. В своем обосновании нерентабельности детского дома они приводят нелепые причины. Например, весенний паводок в Холуе. Явление это обычное. Почему же именно теперь, впервые за 70 лет, это стало угрозой для детей? До настоящего времени весенний паводок не отменялся. Ежегодно был. Но ни разу за все существование, за 70 лет, ни одного ребенка не эвакуировали. Поэтому этот паводок отпадает как причина. Такой немаловажный пункт, как необходимость замены пути эвакуации. Директором детдома на протяжении последних 4 лет включался в план укрепления материально-технической базы. Но средства на это чиновниками так ни разу и не выделились. Еще одна причина. Низкая за последние 3 года наполняемость детских домов. За это время нам план отпускался. И мы его выполняли на все 100%. То есть это к нам уже не относится. Оптимизируйте те учреждения, которые не выполняют этот план. А вот туалетные комнаты, которые, по мнению областных чиновников, аварийны для детей и требуют срочного ремонта. Ни в одном ответе не сказано, что в Халуевском детском доме учебно-воспитательная работа находится на низком уровне. Вот это была бы бессомая причина. У нас наоборот. Приезжают в лагерь, все восхищаются, какие у вас дети организованные. Какие у вас чистенькие, опрятные. В работе с детьми педагоги отдавались всей душой. Им и сейчас нелегко вспоминать воспитанников, к которым они так привязались. 70 лет мы жили. Все было нормально. И скорая помощь к нам доезжала вовремя. У нас эпидемий таких не было, потому что мы удалены. Мы живем в лесу. Я еще раз говорю, мы живем в лесу, в природе. Вот именно для коррекционных детей. Вот здесь самое место. И мы ждем. И всеми силами надеемся, что они к нам вернутся. Потому что это наши дети. И домой берем в гости. И сюда детей своих приводим. Они общаются с ними. Мы прикипаем, мы хотим детям. Вот понимаете, когда ребенка водишь лет пять вот так за руку, около себя, и потом его добрали. И мы отработали здесь. Вот посмотрите на нас. Мы все по 30 с лишним лет отработали в детском доме. Благодарность за годы педагогической работы за копейки – недавнее заявление чиновниц от соцзащиты. Вакансии, которые есть в нашей системе, им предложены. В том числе им предложены через органы службы центра занятости южского населения другие варианты работы. Другое дело, устраивают ли всех те варианты, которые им предложены. Но согласитесь, трудоустройство – это прежде всего обязанности, право самого работника, а не работодателя. Мы по 30 лет с лишним отработали именно с такими детьми, как и у нас здесь были. И куда мы пойдем переучиваться? По это уж мы вымоем. Только их негде мыть даже. Вакансий в районе действительно нет ни в Холую, ни в Юже. Тем более не найти работу по специальности в середине учебного года. Сотрудники, большинство из которых по двое и более детей, останутся без средств к существованию. Вот такая социальная защита. А главная причина, почему 60 сотрудников выгоняют на улицу, заключается в самом здании детского дома. Епархия имеет вид на эти здания, на этот комплекс. Это комплекс Барковско-Николаевской пустынь был в свое время. Но таких пустыней по области, наверное, десяток, не меньше. Но все эти пустыни запущены, а здесь имеется уже какая-никакая инфраструктура. Комплекс действительно представляет собой лакомый кусочек. Вложений особых не требует. Все коммуникации в наличии. Представители епархии долгое время высказывали намерение вернуть пустынь себе. А я говорю, вариант такой неплохой. Вы строите типовой учреждение, там на 40 или на 50 человек, а вам отходит полностью, уже с инфраструктурой, весь этот комплекс. Но, видимо, церковные служители решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Ведь в конечном счете педагоги устанут кричать в пустоту. А дети забудут о своем прежнем доме. После отъезда своих маленьких обитателей, эта детская площадка опустела. О том, что когда-то здесь раздавался детский смех и царило веселье, напоминают только эти каменные скульптуры. Персонал будет уволен с 15 декабря. По сути, детский дом в своем преклонном возрасте погибает. Так нелепо, но неотвратимо. Транспортный профсоюз вместе с блогерами были там десятки раз. Уже четыре года дружат и с воспитанниками, и с педагогами. Те обвинения, которые двигаются в сторону сотрудников детского дома, что они были плохие, что они плохо ухаживали за детьми, это полный ложь. Потому что дети-инвалиды, они не могли бы сыграть так, если бы было им там плохо, мы бы это увидели. Оптимизация, слово сухое и формальное, за ним не видно. Вырванных из привычной атмосферы детей и оставшихся без работы педагогов. Как ни жаль, но все чаще социальная защита переходит в нападение. Дом, где весело живется, все друзья, но и родно. Вместе с вами, вместе с вами эту песню пропоем. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Южский район.